Всем привет! Всем привет! Рада вас приветствовать на нашем прекрасном канале, который называется Казак ТВ И сегодня любопытное видео Вы все, конечно же, попросили сделать ТО вилки, норки, алайн, тим ДХ Лучше там непонятно, что за норка, а как оказалось, мутная какая-то Но вилка тут точно не мутная Это Рокшок боксер R22 2011 года В нее не заглядывали, ну как минимум, лет 5-7 Потому что года 3-4, по заявлению владельца, байк просто стоял дома Ну и здесь не менялось вообще ничего, ни одна ремка Возможно, только масло менялось как-нибудь один раз Я думаю, нас ждет ужас Славик уже, да Я уже знаю, как такие вилочки выглядят внутри Записался к священнику, вот этот в клетку, вот этот на исповедь Не, я психотерапевт сразу после переборки иду Зачем вообще вы взяли за эту вилку? На самом деле, очень интересно показать вам разницу в технологиях По факту, возьмем, это 10-летняя разница между этой вилкой и вот современным боксером, который у меня был, который на современном картридже Это по факту предтоповый боксер Отличается он от топового тем, что здесь в одной ноге пружина, а не воздух А в другой ноге картридж такой, как и на World Cup стоял То есть топовая вилка называлась на World Cup Мы сравним как раз эти технологии, я расскажу, какие технологии, чем лучше, какие преимущества, какие недостатки у этих технологий Ну и в целом, как бы, расскажу о состоянии вилки И, конечно же, интересно, вот что в вилке внутри, посещение такого большого периода, во-первых, застоя, во-вторых, просто отсутствие ТО Ну, грязь у нас в любом случае будет, но учитывая, что это все-таки старенькая вилочка, она очень живучая И я думаю, что прямо ужаса такого, что там стертая нота у нас, ну, не должно быть Просто грязь, куча грязи, ну... Черное масло Да, черное масло, естественно Но, прежде чем мы начнем, я хочу вам сказать, что скоро Черная пятница, день скидок И в нашем магазине, который называется Казакшоп, действуют три дня скидки 27-е, 28-е и 29-го числа включительно Это уже в ноябре, это уже вот-вот-вот в эти выходные Ссылочка в описании по промокоду BLACKFRIDER15 Это важно Помимо масла, конечно же, вилки мы поменяем еще пыльники Это, ну, то, что вообще просто к бабке не ходи Надо менять, Славик, раз сколько часов? Да, однозначно надо менять Вообще, по регламенту у нас 200 часов замены сальников Вот, тем более у нас эти сальнички чуть-чуть посовременнее То есть у них геометрия самого сальника приближена к современным То есть, допустим, здесь это стоят стоковые сальники на вилочке Они идут чуть-чуть другой геометрии, в общем, они похуже То есть это типа и уже... Эти уже получше, да, идут То есть геометрически как бы более современные Но типа под старые вилки? Ну, да, посадочные одинаковые То есть, да, под старые вилки Прикольно Также у Паши проблема со скоком Здесь сзади нету одной крутилки и второй крутилки Там что-то все потеряно Вопрос будет решен с заменой полностью от скока Здесь все шайбы, все крутилки, все будет стоять как новое Прям фуловую такую ремку со всеми мелкими резиночками мы не брали Мы откроем, посмотрим, если это будет требоваться Мы можем и фуловую дозаказать Главное, что все есть в Украине Что вот так вот все за один день приезжает И большое спасибо компании ВСТА Которая является специальным дистрибьютором компании СРЭМ в Украине За то, что, во-первых, поддерживает нас А во-вторых, дает возможность любому обслужить свою вилку Потому что, почему, говорит, хозяин этой вилки Что не обслуживал раньше Потому что не было возможности привозить То есть, можно было прийти из СБ за кучу денег А так, чтобы вот по факту Через день у вас приехала любая ремка Но вот, смотрите, даже на нашем сайте Есть все эти ремки Вы в артикул вводите Она, пожалуйста, есть в наличии На вилке, которой 10 лет Все, что хотите, есть Хотите, ногу можем поменять И то, что Фокса стала у нас продавать все свои расходники И решила очень много проблем То есть, клиенту не приходится ждать кучу времени Когда нужно катать Вот, то есть, опа, опа, заказал пару дней И то, что тебе необходимо, уже у тебя на руках Ты можешь смело быстренько собрать Отдать клиенту, и все будут рады и счастливы Жаль, мне это придется вырезать Нам только Рокшок заплатило в этом ролике По маслам нам понадобится, что именно? 0W30? Причем мы чуть-чуть нарушим мануал Вообще, изначально, раньше в штаны лили гидравлическое масло То есть, 15W В принципе, то же самое масло, что и льется в демпфер Вот, но само по себе гидравлическое масло У него чуть-чуть другое предназначение Оно тоже выполняет функцию, как говорится Меньшей фрикционности То, чтобы меньше терло Но все-таки это не идеальное масло То есть, в современных вилках У нас производитель уже стал заливать специальное масло Которое основное предназначение Это борьба с трением То есть, это лучшее страгивание Меньший износ бушингов Меньший износ анода То есть, мы в эту вилку зальем масло Которое заливается в современные топовые Рокшоксы Вот, и этим самым улучшим эту вилочку Дальше пятерочка Это кудой? Это у нас заливается в картридж Вот, в демпферный В принципе, можно заливать абсолютно любое гидравлическое масло Главное, чтобы оно совпадало ватность Вот То есть, в принципе, Белрэй отлично будет работать То есть, не столь важно заливать именно строго оригинал Именно в демпфер Рокшокс Динамик Сил Грейс Это масло для уплотнений Для резинок Да, кондиционер резины Сликаны В принципе, похожие тоже Похожие Рокшоксы, только чуть-чуть другое Скажи еще Ты таких вилок перебирал много Есть какая-то распространенная проблема у них? Ну, то есть, через свои руки пришло уже много Какие-то слабые места, возможно На что обращать внимание? Именно в этой вилке Прямо таких откровенно слабых мест нет То есть, вилка довольно-таки надежная Об этом мы расскажем уже после переборки О ее преимуществах Картридж живучий То есть, все Да, нот живучий Все живучее То есть, в принципе Убить-то можно что угодно Но эта вилка считается надежной Супер! Начинаем перебирать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А где массово, чуваки? Тут 40 миллилитров должно быть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вкратце расскажем вам про настройку Bottom-out. То есть это своеобразная прогрессия в конце хода. Как видите, вот у нас есть регулировочка, то есть у нас винт выкручивается. Что это нам дает? Когда, допустим, у нас оно на максимум выкручено, вот, здесь есть такой отбойничество, вот здесь есть такой отбойничек, вот он, резиновый. То есть под конец хода он вам служит как прогрессия, то есть у вас под конец уже не сжимается пружина, а сжимается вот этот отбойничек. И благодаря этой настройке мы можем регулировать, когда у нас будет срабатывать этот отбойник в конце хода. Вот, допустим, у нас полностью выкручено до конца, то есть минимальное положение. По поводу регулировки жесткости пружины, у нас идут такие вот спейсерные кольца. То есть так же самое мы их можем открутить, когда надо подбавить, убавить. То есть я думаю, что неплохо бы иметь еще в запасе таких колец для того, чтобы регулировать жесткость вилки. Ах, какая красота! Вообще не закончилось. Продолжение следует... Так, нас тут ожидает сюрприз. У нас износился уплотнитель, и предыдущий механик его по кругу обмотал фум-лентой. Да-да, вы не ослышались! Фум-лента! Так, сейчас мы его отсюда достанем. Вот, сейчас мы его даже размотать смотрим. Слушай, его на кран можно будет себе потом замотать, если потечет. А зачем это делается? Вишенка... Зачем это делается? Потому что когда у нас уплотнитель, знаешь, видите, он стал квадратный. Вот, если у механиков нет уплотнения, ну, как им выйти из данной ситуации, как им увеличить, ну, диаметр этого уплотнения. Намотать сверху фум-ленту. Чика! Да. Оринг повесился. Так вот оно выглядит. Это просто квадратное сечение. Это новый тип уплотнения. Не X-ринг, а квадрат-ринг. Вот так. Вот смотрите, какие полосы. Такого херового уплотнения я, честно говоря, не видел очень давно. КОНЕЦ Политрещину в одном из цилиндров. Сейчас разберем и узнаем, насколько все критично. По идее, трещина не должна влиять ни на что. Скорее всего, что где-то пережали или заводской брак, или ошибка механика. Но естественным образом здесь просто таких нагрузок нет, чтобы получить эту трещину. Трещина в трещине. Может быть, это, кстати, уже и нагрузка была какая-то. Сняли мы штаны. Вот, хотим узнать все-таки, сколько тут грязи, всего. Поэтому мы чуть-чуть почистили сальнички, чтобы все честно было. То есть, вся грязь, которая была снаружи, мы убрали. Вот, теперь мы заливаем сюда калошу, болтаем, выливаем в бокалы и смотрим, что у нас там внутри. Так мы отсюда сможем максимум удалить грязи и узнать, сколько у нас ее там было. Я думаю, сколько степеней промывки понадобится? Да, минимум четыре, наверное. Да, вся жидкость была. Заливали чистую жидкость. На выходе опять получили чернину. Вот мы промыли штанину. У нас овер до хрена стружки. Прям гигантское количество стружки на дне. Мы заливали абсолютно чистую жидкость. Вот это все, что у нас там было. Это еще не конец, еще будем вымывать. Это тебе не вилочки, это по две тысячи перебирать новые, да, Слава? Да, да, да. Это... Хардкор. Хардкор, да. Вторая нога. Ну, тут у нас уже ситуация получше немножко. Во второй ноге у нас тоже довольно-таки немало стружки. Вон она на дне осела, мы ее прекрасно с вами видим. Заводская стружечка еще из бушинга торчит. При запрессовке выразовалась. Продолжение следует... Продолжение следует... Сравним мы типы сальника. Вот это у нас стоковые сальники с самой первой ревизии. Во-первых, в чем основное отличие. То есть, современные сальники, они идут бесфланцевые. То есть, вы видите, здесь есть порожек. Вот. То есть, грубо говоря, за счет этого у нас так и получается, что у нас сальник утапливается вовнутрь. Потому что этого порожка у нас просто нет. То есть, сальник он должен как раз вот так вот и утапливаться. Вот. Самое существенное отличие это в грязесъемных кромках. То есть, если смотреть здесь, на сальничке, видно, что кромка не агрессивная. Вот. И самый большой недостаток этих сальников, это то, что вот эта вот кромочка, вот, она идет под таким углом. И эти сальники, они очень хорошо пропускают грязь. Современные сальники, они стали больше похожи на СКФовские. Вот. То есть, и вот это у нас более агрессивная маслосъемная кромка. И грязесъемная кромка у нас тоже, она сделана под углом 90, и она лучше справляется с удалением грязи. То есть, такой геометрии сальники намного лучше и в плане грязеудерживания, и в целом, как бы, даже по фрикционности. То есть, они такие скользящие довольно. Ну, в данном случае у нас была небольшая проблемка. Все оригинальное. Ну, сальники довольно-таки легко сюда зашли. Вот. Не так, чтобы они вообще сюда провалились, но легковато. То есть, не совсем хорошо в данной ситуации. Финальная промывка. Финальная италия. Класс. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 В процессе езды, когда ты едешь, часть воздуха, которая находится здесь, оно все равно перемешивается с маслом и в масло у нас попадает воздух. То есть банально вы можете выехать на одних настройках отскока и компрессии, но в процессе катки у вас эти настройки могут немножко поменяться. Потому что воздух, который у нас находится вверху, он чуть-чуть доперемешается с маслом. То есть в современных картриджах, чажерах, там такая проблема решена, потому что масло полностью герметизировано. То есть основное преимущество современных вилок более стабильная работа и в плане веса, потому что чажеры полегче за счет того, что они сами по себе более компактные идут и в них заливается меньше масла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА